Транспортная реформа — это не операция по удалению аппендицита, это, скорее всего, пересадка легких. Так охарактеризовал ситуацию заместитель министра транспорта Сергей Верхоглядов. Проблемные вопросы, которые возникли в первой неделе внедрения новой системы пассажирских перевозок, обсудили на заседании Общественного совета по вопросам территориального самоуправления администрации города Твери. Вопросов по новой системе пассажирских перевозок много. Горячая линия работает, но с объемом обращений не справляется. Приходится проводить такие встречи и объяснять, почему автобусы вышли на маршруты и начали ломаться. Один из вопросов прямо из зала. Зовут ли вас подмосковный? Автобусы, могу сказать, все новые, потому что были разные, будем так говорить, обсуждения, что автобусы не новые. Автобусы все новые. Я сказал вам о тех проблемах, с которыми мы столкнулись. Мы их устранили. Сейчас двойная приемка, двойная проверка. Автобусы хорошего качества. Есть маршруты, на которых пока нет никакого транспорта. Например, школьники из Радужного на днях добирались до школы пешком. Сергей Верхоглядов успокоил, что этот район будет обслуживать шестой маршрут. Есть проблемы по 55 маршруту. Учитывая вот эти пожелания и замечания жителей, принято решение не поэтапно, как ранее было объявлено, а по готовности. То есть мы сейчас запустим 43 маршрута обслуживаем, устраняем все неисправности, все нарекания, все пожелания. И поэтапно, как только будем готовы к следующему маршруту, мы запустили сегодня шестой маршрут, потихонечку мы будем входить в режим работы общественного транспорта. Для пенсионеров и ветеранов, льготников новая система – это серьезная перестройка. Приходится привыкать к новой системе получения социальной карты для проезда в общественном транспорте. Есть вопросы, как правильно пользоваться валидатором. Одну пенсионер кладет на свою карту социальную, вот эту проездную, а сколько поездок, как он может двигаться в течение месяца, и если эти деньги закончились дальше, что? Татьяна Жомова многие вопросы решает на месте, но считает, что необходимо усилить информационную кампанию. Помощь в этом должны оказать средства массовой информации и общественники. Воспользоваться опять всеми СМИ-возможностями, как администрации, как администрации области. Смотрите, вот в больницах, например, в период каких-то вспышек заболеваний идут ролики. Можно сделать очень простые в виде мультиков. Чтобы вот сидит пенсионер где-то, да, или пришел он в соцзащиту, у него идет ролик, что ему один раз надо дойти в Сбербанк, оформить карту один раз. Заходит он в автобус, один раз приложил. Как все ведет контракт, знаете, очень простой, как для детей доступно. Подобные встречи еще будут проведены по всей Твери и Калининскому району.